Ранее в сериале. Наша группа здесь? Ваша группа. Да, сэр, патент выдан во время войны. Мы всё ещё полагаемся на разработанные вами шифры. Ваши заявления отклонены. Но я знаю, как создать прототип. Ты его слышала, эта машина опасна, нас могут посадить. Миссис Берден, я Дайбера Митчелла, это мой муж Аллен. Генеральный консул СССР умер из-за сердечного приступа. У него текла кровь из носа, и он задыхался. Всё это политика. Мы перехватили семизначный шифр советских источников. Джен Макбрайан, мы знаем о вашей встрече с Найджелом Бимишем. Видели, как он передал вам информацию? Моя подруга пропала, мистер Митчелл. Но есть люди, пытающиеся помирить наши страны. Орлов был шпионом. За нами идёт твой телохранитель. Не торопись, побежим, он догонит. Его зовут Владимир Николаев. Это телохранитель Ильи, я в опасности. Озвучено релиз группой Sunshine Studio. Извините, ребята. Всё в порядке, дамы. Чувствуйте себя как дома. Диспетчер передал, что полиция уже едет. Если ФБР узнают, то похоронят это дело, как и прошлое. Что вы делаете? Она права. Если они узнают об убийстве, то возьмут это дело на себя. Не дадим им опознать тело или джин, мы тоже не найдём. Мне всё стереть будет просто. И всё же это даст нам время. Иначе ФБР нас опередит. Видела татуировку? Такая же, как у Орлова. Это Черноморский флот. Должно быть, они знали друг друга на войне. Война давно закончилась. Зачем убивать их сейчас? Орлов был проамериканцем, достаточно лояльным, чтобы перейти на другую сторону. Кто-то узнал, что он был шпионом и решил его убрать. Возможно, миссис Митчелл, может, ваш муж что-то знает. Я отправила его домой. Он не в деле. Почему тогда вы здесь? Чтобы разобраться с этим. Джин искала информацию об Одессе, когда пропал. Этот человек — наш лучший шанс её найти. Если полиция не опознает его, ФБР не узнает об этом деле. Отдел по расследованию убийства может получить доступ к расследованию. Думаешь, сработает? Не знаю, но если ты хочешь узнать что-то от этого парня, то нужно торопиться. Илья, подожди. Нет, мы должны уехать отсюда, прежде чем Владимир заметит, что меня нет. Может, тебе и нужно уехать, но точно не мне. Хейли, пожалуйста, я не знаю, куда пропала твоя подруга. Ну да. Я скажу тебе, но не здесь. Ты меня только тормозишь. Я иду обратно. Я задержу копов, дам тебе больше времени. Арчи, если вмешаешься в расследование, они тебя арестуют. Это работа наёмного убийцы, так хладнокровно. ФБР думают в городе КГБ. Ты нам больше пригодишься вне допросной. Это либо они, либо американцы. Ты слышала что-то о расследовании? Я заполняла их отчёты. Мы должны их увидеть. Ты можешь дать мне доступ? Они засекречены, Айрис, я могу потерять работу. Мы не просели бы без нужды. У федералов есть дела поважнее, а Джин никто не ищет. Нет гарантии, что это поможет. Верно, но это всё, что у нас есть. И я выиграла для вас время. Удачи. Надеюсь, вы умолчите, что я была здесь. Вы здесь главный, сэр. Добрый вечер, офицеры. Ты не хочешь меня видеть, но у тебя только я и есть. И ты врёшь своим друзьям? Хейли, шанс есть, я должен попытаться. Какой шанс? Шанс всё исправить. Начать в Америке новую жизнь. В новом доме. У меня есть шанс. Если ты поможешь. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счёт. Проснись и пой, Блэчли. Я могу сама поесть, спасибо. Ты потеряла эту привилегию. Я шотландский, мистер Зоев. Когда дело касается каши, у меня есть свои стандарты. Тогда голодай. Долго так не протянешь. Ну, раз вы кормите меня, значит, я нужна живой. Или это твоя последняя еда. Нет, пока вы не получите, что хотите, а я в этом сомневаюсь. Не льстите себе. Не сомневаюсь, что вы проверили то, что я вчера вам сказала. Я ни с кем не говорила ни о намерениях мистера Бимеша, ни о чём-либо ещё, если на то пошло. Или вы не проверили. Но тогда вам больше не нужна информация, и вы просто тянете время. Зачем мне это делать? Возможно, дело не в том, что я могу сказать вам, пока я здесь. А то, что, находясь здесь, я не могу сказать никому другому. Так вы боитесь, что если я расшифрую ваше послание, то сорву все ваши планы. Вы не сможете держать меня здесь вечно. Да мы и не собираемся. Мы не хотим. Что случилось? Теперь я не могу попасть в Кло, пока они не поймут, почему там труп. По крайней мере, тут так написано. Арчи, прости, что втянули тебя в это. Я винил бы британцев, но, если честно, это мой выбор. Ну, мы делаем всё, что можем, чтобы разобраться. Да перестань, ты умна, но просто это не твой уровень. И твой муж за границей. За мной присматривать не нужно. Здравствуйте. О, я вам помешала? Нет, я уже ухожу. Твой сын сказал, что ты вернулась. Миссис Митчелл, извините, я, наверное, выгляжу ужасно. Ерунда, я сама кучу всего натворила. Заметать следы, как мне пришлось лгать Аллу, но когда я вернулась, телефон просто разрывался. Айрис, я начинаю сомневаться насчёт этого города. Мы с тобой умеем хранить разные секреты. Ты можешь доверять мне. Что тебе известно? Я видела утром Оливию, подругу из полицейского участка. Они нашли связь между мужчинами? Ещё нет, но это вопрос времени пока увидят. Что ещё хуже, они отказываются связать исчезновение Джилл с этими убийствами. А почему ты связываешь? Татуировка – это отсылка к Одессе. Именно о ней информацию она искала, когда пропала. Это не может быть совпадением. У твоего мужа есть связи. Айрис, я помогу, чем смогу. Есть связи за границей. Думаю, твоя подруга вернётся невредимой. Я не могу ждать. А я должна залечь на дно. Ты всё ещё помнишь, как хранить секреты. Просто выброси этот мусор. Видишь? Я знала, что ты знаешь, что делать. Где ты это взял? У тебя нет еды. В этом-то и дело. Это бутерброд. Бетчина и хлеб и... Дай угадаю, масло? Знала, что ты умница. А вот ты нет. Мои соседи тебя увидели. Как мне это объяснить? Скажи, что я твой парень. Не прокатит. Эй, давай тут полегче. Я знаю, что я девушка. В её комнате парень сидит на её кровати. Ну, честно говоря, всё не так, как выглядит. Понимаешь? Уверен, что за тобой не следили? Если так, то нам обоим крышка. Это обнадёживает. Я защищу тебя. Ты наша последняя надежда. Это ты так говоришь. Ну и какой тогда план? Найти госдепартамент, попросить убежище. Отлично. Я отвезу тебя. Нет-нет-нет. КГБ знают каждый мой шаг. Они ждут меня здесь, в Сан-Франциско. Ну и что думаешь делать? Отвезёшь меня в Сиэтл? Нет, Илья. Отвезу. До остановки. Доедай. Да, я знаю. Я уже звонила. Я сейчас звоню снова. Вы принимали кого-то по имени Джин Мак? Ну, отлично. Попробуй во французский госпиталь, угол Джири и Пятый. Это всё, что передали ФБР отделу по расследованию. Спасибо, Оливия. Знаю, это было нелегко. Сказала, говори бы. ФБР не очень-то щедрые на детали. И ни слова, а Джин. Да, но... Читай между строк. Смотри. Агент направлялся от пропуск и пропуск. У нас есть контекст, но нет содержания. Да, но есть ещё детали. Я слышала разговор мужчин в офисе. Никто не подозревает секретаря. Сравним отредактированные слова с терминами, что ты слышала. Эти пропуски. Здесь что-то должно быть. Да, здравствуйте. Я ищу девушку по имени Джин Мак... Да, я знаю, что уже звонила. Она у вас или нет? Да, у вас есть мой номер. Ты просто устала. Ты уже искала на улицах. Я должна найти её, Арис. Боже, если с ней что-то случится, не случится. Откуда ты знаешь? Похоже, мне пора. Нет. Ты должна остаться и помочь нам найти нашу подругу. Простите. Простите меня. Не надо. Мы со всем справимся. Вот, смотри. Часовой. Может означать их охрану. Канцлер. Важную персону. Очаг. То, где её держат. Здесь графа для местоположения. Очаг может быть кодом. Нет, не может. Смотри. На длину. Отредактированные не меньше десяти букв. Да, точно. Если подберём кодовые слова, поймём, что они означают. Да. Билл, скажи, что у тебя что-то есть. Ну, я работаю над этим. А что насчёт вскрытия телохранителя? Это юрисдикция ФБР. Почему? Пока они думают, что он неопознанный. Пока они не поймут, что у него тоже тату. А Джин? Меньше всего её беспокоит. Прости. Да, мы... Всё зависит только от нас. Думаю, самое время подключить к этому Хейли. Хорошо. Пока. Это была Айрис. Ни слова, Джин. Я видел расписание. Автобус до Лос-Анджелеса лучше. КГБ меня там точно не ждёт. Ильяна сказала мне ещё кое-что. Твой телохранитель. Телохранитель? Да. Он мёртв. Что произошло? Я не знаю, но думаю, ты ни при чём. Я отвезу тебя на остановку, потом позабочусь о жилье. Они убили его, потому что он провалился. Я сбежал. Теперь меня убьют. Так может, ты передумаешь и вернёшься домой? Дома нет. Я охладил к России ещё ребёнком, когда отец присоединился к Троцкому, чтобы свергнуть Сталина. А когда вождь узнал о восстании, то расстрелял всех его последователей на площади. А твоего отца? Он сбежал в Париж. Но КГБ его нашли, пытали, пока он не сдал имена союзников. А когда он стал бесполезен, они свернули ему шею египетскими простынями. Египетскими простынями? Нашли мёртвым в отеле лиц. Лицемер из КГБ путешествует с роскошью. Мы его отца нашли повешенным. КГБ оставили в кармане письмо, что он отрицает все убеждения. Они отобрали тело, а затем плюнули в душу. Теперь ты свободен? Стойка регистрации, чьи могу помочь? Пожалуйста, помогите, мне нужен хоть кто-нибудь. Алло? Алло? Всё в порядке? О, да. Просто нужны ещё подушки. Конечно. Сейчас, сэр. Ну, можно ли винить девушку за попытку? А что насчёт канцлера? В ПБР, кажется, используют код для чего-то официального. Есть канцлер в Германии. Не имеет отношения к бойни КГБ. Последний русский канцлер умер ещё до Второй мировой. Кто ещё это может быть? Код в слово как капитан или губернатор? Может быть, кто угодно. Может, это не кто-то, а где-то. Как губернатор, это пап в Лондоне. Может. У нас есть свой канцлер в городе. Отель-канцлер. Так, нам надо отвезти тебя на остановку. Иди в комнату и сиди тихо. Это я умею. Ты делаешь большое одолжение, Хейли. Спасибо. Сардж, я же сказала, что скоро буду. Времени нет. Милли и Оливия нацелились на Джин, так что давай заберём твои вещи и... Что это было? Ничего, Сардж, правда. Это ничего сильно шумит. Ладно, ладно, мне нужно тебе кое-что объяснить. Хейли, не моё дело, кто там, но мы должны... Это парень. Парень? Я могу объяснить. Что? Похоже, твой парень дал дёру. О, боже. О, боже, боже, нет. Илья! Сбежал. Он всё забрал. Забрал что? Наши секреты, планы. Если это то, о чём я думаю... Я не хотела, чтобы наши планы пропали. Ты собираешь новую машину? Прости, Сардж. И он сбежал и забрал всё. Думаю, веселье уже закончилось. Уверяю, я не опасна. Вообще, не мы тебя сюда доставили. Ну, даже если бы я знала что-нибудь важное... Мы убедились, что ты сделала. Я годами была не в деле. Ну, кто же мне поверит? Ты знаешь людей, которые важны. Например, Найджел Бимиш? Да бросьте. Мистер Бимиш не в счёт. Ты недооцениваешь своих друзей. А мы нет. Мы не... Работа сделана. Спасибо, мисс Макбрайн. Я хотела бы помочь, но мы не говорили с Ильёй с вечеринки. Он сказал, что вы дали ему адрес. Похоже, тебя обманули. Он был твоим почётным гостем, Дебора. Ты должна знать, как с ним связаться. Прошу прощения. Миссис Митчелл, этот виолончелист украл кое-что очень ценное. Так он лгун или вор? И то, и другое. Знаете, через кого я контактировала с Ильёй Соколовым? Через Алексея Орлова. Но генеральный консул умер у вас на руках, если не помните. А у меня нет номера горячей линии советских виолончелистов. Да, но вы же должны знать, где он живёт. Мой вам совет. Смиритесь с потерей. Не добавляйте кражу со взломом в этот водоворот. Ты можешь рассказать ей. Миссис Митчелл служила на той же должности, что и мы во время войны. Он украл то, что у нас у самих быть не должно. То, что изобрела Садж во время Пресидио. Правила не меняются. Болтун — находка для шпиона. Я ему ничего не говорила. Он прекрасно сам знал, что забрать. Если никто не знает, что оно было, то утечка не может привести к вам. А что, если знают, Хейли могут посадить? Это вопрос национальной безопасности. Я не могу так рисковать. Пожалуйста. Хейли мне как дочь. Вы и раньше боролись, чтобы защитить эту страну. Помогите сделать это снова. Он не может уйти с этой машиной. Думаю, вы опоздали. Как я слышала, у него рейс этим вечером. Вот чёрт. Из аэропорта Сан-Франциско? Полагаю, что так. Спасибо, миссис Митчелл. Этого достаточно. Удачи вам. Что вы узнали? Этот ублюдок улетает вечером. Что даёт нам время найти Джин? А что у вас? Мы сократили список до трёх мест. Она может быть либо в порту Северного пляжа, в Центральном отеле, либо в парке Кристофера к югу. Да, так намного легче. Но у нас нет всех параметров. Вы сказали отель? Я несколько раз слышала слово «канцлер» в участке. То похоже на исправленное слово, которое мы нашли в секретных файлах. И это может быть отель «канцлер». Фафосное место. Ну, для русских, наверное. Просто не из египетского хлопка. Что? Илья сказал, что КГБ любит создавать хорошие условия для сотрудников и пленных. Поэтому если она у Раскиза, то ставлю на то, что это шикарный отель. И так значит «канцлер». Думаю, да. Можем звонить в полицию и сказать, где её искать. И они поверят. Если поверят, будет только хуже. Они могут открыть перестрелку с русскими. А Джин может попасть в эту перестрелку. Отель «Канцлер» не маленький. Это 15 этажей, заполненных номерами. Надо их вытащить. И потом незаметно уйти. Мы идём на это вслепую. Послушайте, это очень рискованно. Если вы, дамы, не хотите участвовать... Конечно, я хочу. И я тоже. Оливия? Нам нужен чертовски хороший план. Добрый день. Мне нужно оставить сообщение человеку, который здесь живёт. Имя? В этом-то вся и проблема. У меня есть письмо, но я потеряла имя. Мне не поздоровится, если я её не доставлю. Боюсь, что у нас много гостей. Да, но сколько из них говорят на русском? Я не разглашаю такую информацию. Но он хочет письмо. Он это письмо ожидает. Я должна доставить, иначе будут неприятности. Имени нет в конверте? Он точно остановился в пентхаусе роскошного отеля. Он всегда в роскошных. Но в каком именно? Оставьте мне. Вы просто ангел. Спасибо вам. Пожалуйста. Пентхаус 1504. Я возьму комнату снизу. Я сейчас поднимусь. Удачи. Здравствуйте, Айрис Берден. Я бронировала номер 1404. Хорошо. Это наше первое годовщина. Можете себе представить? Не могу. Это тот же номер, где мы провели медовый месяц. Приятные воспоминания. Боюсь, здесь нет записи о вашей броне. Но я точно забронировала именно этот номер. Кто-то тоже забронировал именно его. То есть вы хотите сказать, мне не рады? О, нет. Нет, нет, нет. Хорошо. И что мы будем с этим делать? Что ж, большинство комнат выглядит одинаково. Ну что ж, тогда как насчёт такой же комнаты этажом ниже? Уверяю вас, мой муж не будет смотреть на декор. Мэм, сегодня ваш удачный день. Спасибо. Пожалуйста, наслаждайтесь. Хорошо. Мэм, сегодняшний день. Что вы делаете? О, мне просто нужны ещё полотенца. Это не шведский стол, чтобы самовольничать. Мэм, я просто гость нуждающийся. Наконец-то хоть кто-то, кто может помочь. Вы знаете о потопе? Каком потопе? О, из комнаты 1109 вытекает вода. О, боже. Ковёр весь промок. Проклятое здание. 1404 была занята, поэтому мы этажом ниже. Кейли скоро будет здесь. Ты думаешь, благодаря этой подушечке люди не услышат, что вы здесь делаете? Американская изобретательность подарила нам прекрасный глушитель. Могу я хотя бы напоследок оставить записку, друзья? Попрощаться? Нет. Ты исчезнешь, бесследно. Субтитры сделал DimaTorzok Чудесно выглядишь. Проблем нет? Не сглазь нас. Планы поменялись. Мы в 1304. Я знаю, что это ещё один этаж, но... Это единственный путь. Кейли, нужно только воткнуть. Если это легко починиться, они быстро справятся, и плану конец. Простите, что беспокою, сэр. Знаю, вы наверняка заняты. Простите, что беспокою. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Должно быть, вы заняты, сэр, но... Здравствуйте, сэр. Простите, что беспокою. Есть. Готово? Готово. Здравствуйте, сэр. Простите, что беспокою. Простите. что беспокоен, но лифт заклинило второй неисправен, так что ни один работать не будет, пока не починят их оба. А я тут при чём? Зовите мастера. Подождите. Это займёт несколько часов, пока он доберётся, и знаете, он всегда тянет время, чтобы выставить счёт побольше. Дело в том, что можно было бы облегчить работу, посмотреть, почему он снова шумит. Не возражаете? У нас нет времени. Мы не можем не съесть ела внизу полезниц. Давай быстрее. Мы не можем ничего дозелать. Привет. Спасибо. О, с вами двумя. Это заняло бы всего пару минут. Или одну. Помоги с окном. Оно заклинило. Хорошо. Нам нужно забраться наверх, в пентхаус. Будем надеяться, что лифт их задержит. Да, действительно заклинил. Может, если вы позовёте друга. Погодите. Не хочу, чтобы вы поранились. Я и так чувствую себя неловко. Виктор! Быстрее! Это и правда, работёнка для двоих. Покал устазуев! Господи, Джин. Всё хорошо. Слава Богу, вы здесь. Всё хорошо. Я думала, мы потеряли тебя. О, джентльмены, я вам так благодарна. Уверена, вы по достоинству оцените лифт, который починили. О, джентльмены, я вам так благодарен. Слава Богу. Да, да. Пробой. Поехали! Оливия, спасибо тебе большое. Твоя семья, наверное, волнуется. А, ну и пусть. Я когда-нибудь бросала работу на полпути, но кто убил их всё ещё там. Это меня устраивает, спасибо. Что ты там слышала? Практически всё на русском, но я успела взять это. Несколько писем с нашими буквами. CAF-SVO. Записка на русском. Ждать сигнала, расходиться, западная свалка, встретить транспорт. CAF-SVO. Это должно быть аэропорт. Несколько лет назад каждому аэропорту дали трёхбуквенный код из наших букв. CAF, наверное, место вылета. Что это может быть? У нас Аламиды на востоке, аэропорт Гамильтона на западе. Тот аэродром возле Пресидио, помнишь? Там были проблемы с туманом, рейсы перенесли в Гамильтон. Но он всё ещё гражданский для тех, кто хочет рискнуть. Что-то ещё? Только от приятеля Найджела. Он сказал мне, что русские много болтают о расшифрованных сообщениях из Сайгона. Что-то типа Сайгон Уай. Как мы знаем, Уай — это код перехватывающих станций, где они хранили сообщения во время войны. Сайгоне Маркус тренирует людей, которые борются с коммунистами. Если Красная Армия расшифровывает американские сообщения, что им нужно? Понимание процесса шифрования? Это бы очень помогло. Мы бы не взломали Энигму, если бы Польша не дала немецкий прототип. Мы взломали японскую машину с помощью копии этой машины. О, боже мой. Эти семь цифр. Это же номер патента для нашей машины. Всё это время это было в тексте, поэтому мы не могли разгадать шифр, потому что его не было. Вот почему они её украли. Они хотят построить свою машину. Это не сообщение из Сайгона. Это наша машина. Вот, нашла. CAF — это аэродром Криси. Пора мне вызывать подмогу. ПОДПИШИСЬ! 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 Я думал, вы везете федералов. Убеждать их времени не было, скажем так. Я организовал задержку. Заплатил механику и заправщику, чтобы те тянули время. Но это ненадолго. Спасибо, Найджел. Рад быть полезен. Мы должны забрать машину у Ильи, пока он не сел в самолёт. Стой здесь. Я всё сделаю. Нам нужен эффект неожиданности. А куда делась Хейли? Боже, она же даже не знает, где он. Илья! Всё было по плану, пока вы не потеряли британца. Я своё дело сделала, Зоев. Я в этом не виноват. Ты ищешь этих женщин, называешь лёгкой добычей. Ты ошиблась. Я расскажу начальству и тебе... Никому ты ничего не скажешь. Где она? Где планы? Они принадлежат Советскому Союзу. Я тебе доверяла. И что? Всё это было лишь игрой? Чтобы добраться до машины, мне нужна была ты. Если машину вывезут из страны, меня посадят. В моей стране меня сделали бы лучшим сотрудником. Ты проиграла. А я выиграл. Оля задела только лёгкое. Ты выкарабкаешься и проведёшь остаток дней здесь. Почему бы теперь не помочь нам? Пожалуйста, Илья. Пока ещё не поздно. Уже поздно. Есть кое-кто ещё на том самолёте. У кого она? Ты слышишь? Столько красоты в последнее мгновение. Ах ты, мерзкий ублюдок. На кого он работал? Я не знаю. Сказал, что хочет стать нашим. Но он лишь играл с самого начала. Они поняли, что я лёгкая добыча. Кто-то, о ком он говорил, провёл и меня тоже. Это Курары. Точно так же, как Орлов. Давайте разделимся и поищем место. Машина должна быть где-то здесь. Я посмотрю в восточную сторону. Айрис. Слава богу, ты жива. Мой муж сказал, что придёт. Сказал, что что-то не так. Да, Дебора. Что-то не так. Что-то совсем не так. Я рада, что ты здесь, чтобы помочь. А теперь прости меня. Это моё. То, что в чемодане. Мои идеи. Моя работа. И моя ошибка. Так не делай ещё одну. Никто не должен знать о твоей вине. Думаешь, что отдашься Советскому Союзу и никто не догадается? У меня нет выбора. А твой муж? Без понятия. Он никогда не мог ничего от меня скрывать. Ни шлюху, которую трахал в Будапеште, ни личность двойного агента. Ты про Орлова? Он знал, что мы пытаемся сохранить машину, чтобы военные уничтожили прототип. Копия была нашей последней надеждой. И когда Владимир хотел предупредить Хейли, нужно было предотвратить утечку. Эта машина не стоит жизни людей. Она стоит больше, и ты это знаешь. Я заберу её. Война была и проклятием, и благом. Вы узнали, что вы гениальны, только все забыли об этом по окончании войны. А вот другая сторона увидела мою ценность. Мы все были сброшены в сторону. Не стоит становиться коммунисткой, только потому, что они с вами любезны. А почему я должна быть за эту страну? Она никогда не была за меня. КГБ ценит женщин, которые дали мне шанс стать чем-то большим. Но мы изменились здесь, Дебора. Мы догоняем. Медленно, но уже что-то. Сядешь в этот самолёт и потеряешь всё. Я знаю твои секреты. О, нет. А теперь отдай мне сумку. Если дашь мне уйти... Зачем мне это? Если ФБР меня схватит, я расскажу им о доказательствах в твоём доме, о Владимире Николаеве, как маленькая Хэлли Ярнер нарушила закон, построив эту машину. Это преступление. А ещё... Измена. И я это видела, Айрис. Есть вещи, которые ты любишь больше, чем свою страну. Лучше бы тебе не стрелять в меня, Айрис. Это скользкий путь. Дебора. Ты могла бы быть мной, но я тобой никогда. Нет. До сегодняшнего дня. Внимание всем игровым. Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Кто открыл этот скотч? Это я, Арчи. Если есть подходящий момент, он наступил. Это не продается. Перестань, Арчи, жизнь коротка. Я купил его дома, первый же день после войны. Так ведь и мы празднуем победу. Вы, девочки, я не знаю, как вы это делаете. Всё просто, мы всё делаем с душой. Ура. Ура. Уж не тот ли это мужчина, который сбил двух русских шпионов? Одной рукой. Я-то думала, ты выйдешь из участка полностью залитый пивом. Ты правда думаешь, что мы здесь такие? Я наблюдала за вашими людьми. Я решил, что позволю ФБР присвоить себе славу. И документы. Какая скромность, Билл. Это почти не по-американски. Вещь, которой вы, дамы, меня научили, это незаметность. Полагаю, мы можем делать то, что делаем, благодаря тому, что нас недооценивают. Но не мной. Вы долго шли к этому. Я думала, тебе нравилось в команде. Я тоже так думала. Думаю, это только полбеды. Ну что ж. Не надо себя винить. Оставь это бывшим заключённым. Чувствую себя глупо. Вряд ли это новое чувство. Никогда не думала, что смогу сделать такое и думать так, как сейчас. А потом спрашиваю себя, что такая девушка, как я, делает с такими, как вы. Если б я не была так глупа, ты не стала бы заложницей. Ну, я считаю, что это мой один единственный шанс побывать в таком прекрасном отеле. Видите, вам становится лучше. Нет, Хейли, я честна. Ты не глупая. Ты яркая и храбрая, и видишь в людях лучшее, даже когда жизнь подбрасывает тебе причины этого не делать. А ещё у тебя самое огромное и прекрасное сердце, которое я когда-либо встречала. Что вы знаете о моём сердце? Что ж. Знаете, я люблю вас. Да, дорогая. Знаю. Я только одного не могу понять. Если твой патент был засекречен, как русские узнали о том, как его украсть? А кто ещё знал об этой машине? Только я и Хейли. И департамент по техническим грантам. Хочешь сказать, кто-то из департамента перешёл на их сторону? Ну, кто-то же сказал Дебори про машину. И этот кто-то всё ещё на свободе. Дамы. Иди сюда, старушка. Нужно пропадать почаще. Это научит тебя не расслаблять булки, Джин. И гнаться за каким-то бродягой на другой конец света. Это правда. Я оставляю след и слёз на своём пути. Позвольте долить. А я уж думала, вы не спросите. Очень хочется остаться, но, думаю, будет лучше мне уйти. Почему? Знаешь, место получше? Садись. А ты напористая. И, похоже, вам это нравится. До дна, мальчики. Постойте. Что такое? Я просто хочу сказать спасибо нашим новым друзьям за то, что у вас хватило смелости пройти этот путь и изменить свою жизнь. Вы показываете нам, как много мы можем сделать здесь, какую разницу можем сотворить. В общем, наверное, я пытаюсь сказать о том, что вместе мы сила. Ура! Вместе мы сила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!